Поэтому корень всего зла в этом мире — это желание наслаждаться этим миром, а не духовной жизнью. Поэтому человек должен всем своим сердцем устремиться в духовную жизнь. Если он этого не делает, он не сможет быть счастливым. Это невозможно. Потому что когда человек занимается духовной практикой, у него формируются правильные привязанности к этому миру. И в результате этой правильной привязанности он становится в этом мире уже счастливым. Хоть и знает уже, что этот мир, хоть и даёт счастье, но это счастье не то счастье, в которое надо абсолютно верить. Благостному человеку нравится природа, но он не помешан на ней. Это люди в страсти, они едут на природу и с голыми попами за белочками бегают. Думают, что это и есть сверх совершенства жизни. Они верят в этих белочек и в природу, и в голую попу, что всё должно быть природно. Природно означает без штанов для них. Сливаются с природой по полной программе. Едят сырую пищу, бегают с голой попой. И с натуральными белочками строят натуральные отношения. Ну то есть просто любят их натуральным образом. Вот, понимаете, надо любить Бога. Понимаете, этот мир, он создан для того, чтобы мы чуть-чуть радовались ему. И заботились об этом мире. Но мы не должны думать, что именно в него надо верить. Некоторые люди верят в здоровый образ жизни. Исоцкий очень смеялся над этим в своё время. Бег на месте до изнеможения. Почему до изнеможения? Потому что человек не может просто бегать на месте. Понимаете, если человек верит в бег, значит, он будет у себя выматывать этим бегом. Если будет верить в голодание, он будет выматывать себя голоданием. Потому что человек не может верить и остановиться. Вера — это энергия души. И поэтому, когда человек в духовную энергию вкладывает в то, что недостойно духовной энергии, он рушит свою жизнь. Так, допустим, мужчина сильно верит в женщину, он ее задолбает просто своей любовью, он ее замучает. Это означает болезнь просто, болезнь. Ты сегодня ко мне придешь? Я тебя люблю, но сегодня у меня учеба же, ты знаешь, пожалуйста, приди ко мне сегодня. Ну, ты знаешь, мне надо завтра экзамена сдавать. Нет, нет, приди ко мне. Я хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой, и я буду с тобой. Ну, это же бред просто, и все. Настоящая любовь, она имеет природу свободы. Человек просто любит человека и хочет ему счастья. Это духовное чувство. Оно невозможно между людьми. Потому что мужчина в девушку влюбляется, парень в девушку влюбляется, он не будет уже дальше свободным, потому что он отождествляет с Богом женщину. И в результате этого отождествления он устанавливает отношения не с вечной энергией, а с временной. И эта временная энергия, она приносит ему страдания. Она его привязывает не к тому, что надо. Понимаете, девушка не может дать человеку освобождение. Она приковывает к себе. Но когда человек так же привязывается к Богу, то наоборот он получает другое чувство. Он получает такую внутреннюю любовь ко всему, что он и девушку свою тоже воспринимает по-другому. Он уже начинает не хотеть ее, быть с ней и наслаждаться ей, а хочет просто сделать ее счастливой. И он говорит, иди, моя хорошая, учись спокойно и сдавай экзамены. Все нормально будет. Он уже не так себя ведет. Понимаете? Другое поведение рождается из настоящей любви. Благородное поведение. Знаете, мы завтра построим так свой день, будем на вопросы отвечать. Но по опыту я знаю, что когда подряд два часа на вопросы отвечаешь, люди устают от этого всего. Поэтому мы с вами будем потом немножко теории, чуть-чуть завтра тоже. Я еще кое-что расскажу, потом опять на вопросы отвечать. Нормально так будет? Хорошо. Вот сейчас вы уже опять устали, у нас семь часов еще только. Поэтому мы сейчас немножко на вопросы отвечаем. Практическая часть. Чтобы входить в духовную практику, я понимаю, что надо молиться. Как часто, как долго и как научиться не молиться автоматически? Как держать мысли на молитве? Они очень часто куда-то убегают. Хороший вопрос. Спасибо большое. Важный вопрос. Так, видите, мы пришли к тому, что вопросы начали по теме задаваться. Потому что, смотрите, есть три стадии состояния человека. Первая стадия – это я хочу знать все о себе. То есть это означает, что человек вообще как бы не в теме, не понимает, как победить свою судьбу. Он постоянно хочет просто сделать так, чтобы Олег Геннадьевич сделал его счастливым. Задает такие вопросы. Когда будет хороший период, и я устроюсь на работу. Когда наступит хороший период, и я смогу забеременеть. Когда наступит хороший период, и мы сможем норку свою завести. Вот. И когда будет хороший период, Олег Геннадьевич, я получу английское гражданство. Все. Вопросы только такого порядка. Означает пустая трата времени. Но когда человек начинает молитву, то смотрите, как интересно меняется его восприятие мира. Человек уже не спрашивает о том, когда будут подарки. Деньги заплачены, где услуги, да? Это наша корова, и мы ее доим, да? То есть, он уже не спрашивает, когда будут подарки человека. Он спрашивает о другом. Как правильно двигаться по своей судьбе, своими силами? Как правильно молиться? Как сделать так, чтобы молиться хотелось? Как молиться правильно? Как делать так, чтобы мысли не убегали? Чтобы сосредоточенность была на духовном? Я вчера, когда мы желали всем счастья, я кланялся мысленно вам. И искал Господа в вашем присутствии. Я пытался почувствовать искренность. Потому что искренность — это энергия Бога. Господь в человека вкладывает искренность и силу. Когда я слышал, как кто-то искренне пожелал повторять «я желаю всем счастья», я сосредотачивался на этой искренней, чувствовал Господа, его присутствие. И чувствовал, что я благословлен этим присутствием Бога. И тогда я начинал сосредоточенно на этом пожелании всем счастья, с любовью, с таким, с искренностью. Начинал, настроившись на этого человека, повторять «я желаю всем счастья». В результате все люди в зале тоже начинали переходить в это искреннее состояние. И все наполнялось этой силой счастья. Я начинал кланяться всем людям и чувствовал, что Господь во многих из вас присутствует. То есть, что я благословлен тем, что вы дали мне возможность послужить Богу. Тем, что вы находитесь рядом. Вы понимаете, раньше у меня таких вещей не было. Я просто повторял «я желаю всем счастья» и чувствовал, что это правильный путь. Таким образом, вначале человек просто молится из чувства долга. Его больше вдохновляет не сама молитва. Его вдохновляют лекции, духовная музыка. Допустим, я помню 20 лет назад, когда я услышал духовную музыку, пение возвышенных людей, вайшнавов, которые пели вот так вот самозабвенно о Боге. Я целыми днями ходил и слушал эту музыку. Ходил и ходил и слушал, слушал. И мы уже сами начали по утрам петь вот эти молитвы. То есть там поется духовный учитель, он поливает океан милости на живые существа. И то есть как дождевая туча, он поливает милость на живые существа. И когда милость попадает в сердце живого существа, то сердце, она, эта милость гасит пожар материального существования. И человек спокойнее становится, он обретает счастье от духовной энергии, духовного учителя. Я склоняюсь к стопам такого духовного учителя, вот эта вот музыка такая. Я постоянно слушал, слушал ее, потому что она наполнена этой глубиной. Вот эта вот песня о духовной жизни, о служении, они наполнены глубиной, настоящим смыслом. Потом я в своей жизни почувствовал, как, поклоняясь духовному учителю, я почувствовал, как этот пожар моего материального существа начал гаснуть. Реально я почувствовал, что милость действительно, она похожа на жидкость такую, нектарную, которая просто попадая в сердце, лишает тебя вот этих вот раги привязанности, глупой привязанности к какому-то болезненному счастью, которое ты испытываешь. Понимаете, это все позже будет, потом, а сначала идет просто труд. И первая стадия духовной жизни какая? Человек ищет то, что его вдохновляет. Он судорожно ищет ту духовную музыку, которая вдохновляет, те лекции. Надо слушать то, что вдохновляет сердце. Самое главное — не остывать. Человек должен постоянно быть в этом огне духовной жизни, должен искать правильного общения, потому что люди вдохновляют друг друга. Карма, мы еще не можем бороться с кармой, она хватает за мозги и вытягивает тебя из этого состояния. Это вначале так происходит. Надо знать, что это временная вещь. Если ты себя опять в наушники втыкаешь в уши, то ты опять себя втягиваешь в духовное состояние. Так человек борется за свою судьбу. Сначала эта борьба, она такую природу имеет, неустойчивую. То есть событие какое-то произошло в суд там. На нас подали в суд там. Ну вот все, в суд, забыли про духовную жизнь, про лекции. Там суд закончился или во время суда думаешь, а что это я вообще уже не слушаю лекции. И начинаешь слушать лекции, начинаешь слушать духовную музыку. Потому что первая стадия духовной жизни это впитывание себя. Человек сначала впитывает в себя духовную энергию. Сначала впитывает. А потом, когда он чуть-чуть впитал, ему уже хочется, уже у него появляется энтузиазм. И тогда ему хочется молитвы. Он садится и молится. И первые впечатления такие. Он ставит перед собой изображение святого человека. Начинает повторять молитву, кланяться. И нифига ничего не происходит. Как будто он просто в пустоту это все делает. Какая-то тупость. Нет никакой силы. Хочется спать. Все спят. Муж такой тепленький. А я тут сижу, как бы молюсь и ничего не поднесображаю. И потом опять, на следующий день опять молитва, опять молитва. Первая стадия молитвы — это стадия, которая приводит к отчаянию. Потому что Бог, он очень не дешевый. С ним дешево отношения не установишь. Он настоящий, потому что он ждет от нас искреннего, настоящего чувства. И в какой-то момент человек в молитве начинает просто плакать. Говорит, я ничего не чувствую. Вот такое вот состояние отчаяния. И в этот момент появляется вкус. Как только вот искреннее отчаяние пришло, появляется вкус. И потом человек опять ждет этого отчаяния уже. Чувствует, что ему нужно отчаяние, чтобы опять вкус появился. И когда он чувствует, что пришло, приходит опять, подкатывает отчаяние, опять появляется вкус. Постепенно вкус закрепляется. И человек начинает понимать, в каком состоянии надо находиться, чтобы молиться. Но в целом каждый человек должен иметь какое-то правило молитвенное. Для того, чтобы это правило соблюдать, существует другое правило. Правило отношений. Так как люди в основном начинают духовную практику, еще находясь в страсти, потому что благость человека приводит именно в духовную жизнь, благостный человек мотивируется изнутри. Но страстный человек мотивируется всегда отношениями, обществом. И поэтому кто-то должен быть рядом, чтобы сказать, а ты сегодня, Дездемона, ты на ночь помолилась? Или утром помолилась? Подружка звонит, говорит, Дездемона, ты утром молилась сегодня? Просто спрашивает. И Дездемоне становится как-то неприятно, совестно, что она не помолилась утром. Вот. И она думает, блин, не помолилась. А я помолилась. Вот такая беседа. Чисто в страсти. Дура, я хорошая. Ну все, ладно, пока, давай. И тогда, блин, ну я оплошала. Ну как же так, я не помолилась. И раз села, утром помолилась. И потом звонит, а ты помолилась сегодня? А-а-а, не успела. А я помолилась. Раз трубку положил. Такие отношения нужны сначала. Нужен кто-то, кто бы с тобой общался на эту тему. И тогда человек, если чувство, долго молится уже. Нужны отношения, нужно общение. Нет общения, нет духовной жизни. Это даже и на высоких степенях духовной жизни человек варится только в отношениях. Если человек выпал из отношений духовных, значит он получит другие отношения. Человек всегда в этом мире от кого-то зависит. Или мы зависим от материального счастья, или от духовного. Мы не бываем независимыми. Если ты уже не зависишь от духовного счастья, значит материальное счастье залезет само внутрь. Материальная энергия ведет себя агрессивно. Она сама влазит в нашу жизнь, потому что мы сами хотели этого. Поэтому, когда я утром расслабилась, то сразу же материальная энергия влазит и говорит, спи дальше, не вставай, ты устала. Немножко поспи, чуть-чуть совсем. Еще 15 минут. Просыпаюсь, час прошел, блин, час прошел. Нет, ничего страшного, еще 15 минут. Олег Геннадьевич сказал, тортики вечером нельзя есть. Но он не говорил, в каких количествах нельзя. На самом деле, мне одна подружка сказала, что Олег Геннадьевич сам тортики понемножку вечером все-таки ест. Поэтому, я не знаю, это достоверная информация или нет, но у меня есть тортик, и я чуть-чуть хочу попробовать. Но так как даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо, но тем более полный горшок. Вот, поэтому чуть-чуть попробовала тортик, а потом Олег Геннадьевич ведь уже спит, все равно ничего не узнает. Еще попробовала. И еще попробовала потом, и уплела полтортика. Хоть женщины много не едят, но иногда можно. И потом утром, да, какие занятия йогой. Да? Эмоциональное состояние. Это нормально, да. Но это все внешне все равно. Да, это нормально, но это все внешне пока. Давайте идем вперед. Итак, первая стадия — это тупость. Сначала человек ничего не соображает, он кланяется, молится, ничего не работает. Но потом, когда он почувствовал вкус, следующая стадия — это милость Бога. Господь, когда мы к нему первый шаг сделали, он делает к нам 10 шагов навстречу, и в этот момент на человека проливается милость. И он начинает реально чувствовать вот это вот глубокие отношения с своим духовным учителем, с Богом. И это такой необычный период в духовной жизни. Он длится несколько лет. Человек как сумасшедший занимается духовной практикой, и он становится таким святым. Реально как святой становится. Но потом это все заканчивается. Почему? Потому что это была просто милость. Господь ему подарил вот это чувство для того, чтобы тот потом сам к этому чувству пришел. То есть это демоверсия. Try and buy. Вот. И вот она, к сожалению, есть и в духовном тоже практике. Поэтому сначала человек просто, ну, он потихоньку как бы приходит к тому, чтобы войти в отчаяние по Богу и захотеть духовной жизни. Реально. Потом следующий этап — это вот это вот состояние ложного энтузиазма, когда человек действительно наполняется духовной силой, он молится, у него слезы из глаз там и все прочее. Он испытывает огромное счастье. Это по милости все происходит. Потом следующая стадия духовной жизни — это стадия оскорбления. Так как человек хочет наслаждаться духовной энергией, не служить ей, поэтому он ко всему привыкает, и он начинает путать райскую жизнь с духовной. Ему нравится, когда кто-то готовит очень вкусную, освященную пищу, а невкусную, освященную, он уже есть не будет. Ему нравится, когда духовные программы читает какой-то человек с юмором, хорошо, очень весело, а если не с юмором, пошли все нафиг. Ну, то есть человек, вот следующий период оскорбительный, потому что человек в этом периоде, он насытился, когда духовной энергией, но он сам не занимался духовной практикой серьезной, всегда жил на милости, он не хочет своих усилий прилагать. И он начинает искать недостатки в старших, он думает, а, Олег Геннадьевич, так вот ты какой на самом деле, я про тебя прочитала на одном сайте. И все, и понеслась веселая жизнь. То есть оскорбительный период очень опасный, потому что в этот период человек борется между духовной жизнью и оскорблениями. Если он побеждает этот период, у него наступает устойчивость духовной жизни, в следующий период, все эти периоды длятся годами. То есть духовная жизнь – это самый сложный процесс. После устойчивости только появляется вкус уже в молитве, серьезный вкус, который уже никогда не закончится. И человек просто, он исчастлив, когда он молится, он испытывает глубочайшее счастье, глубочайшие откровения начинают приходить. А потом этот вкус превращается в удивительное чувство. Рага – это называется точно так же рага. Привязанность есть материальная, есть духовная. И человек начинает идти за Богом. Он не может без него жить. То есть у него появляется сильное сжение по отношению к Господу, его сердце переполняется счастьем. И потом дальше, когда у него рага достигает определенной степени, он достигает стадии пхавы. Это удивительное состояние, в котором человек реально чувствует вечное отношение с Богом. Он видит, как солнце его судьбы восходит на горизонте его жизни. То есть он чувствует, как жизнь, направленная к Богу, как солнце дает рассвет, так и жизнь, направленная к Богу, озаряет всю его судьбу знанием. И он испытывает огромное счастье в отношениях с Богом. В это время человек уже находится на высоком уровне святости. Он уже способен просто своим присутствием давать людям, изменять их жизнь, излечивать их от болезней тяжелых. Это удивительное состояние очень редко встречается в этом мире. Человек в состоянии пхавы или необыкновенного духовного счастья. Он уже не житель этого мира. Этот человек не имеет грехов уже. У него в сердце все грехи сгорели. Когда человек достигает следующего, самого высокого уровня духовной жизни, то он входит в состояние духовного транса. Это состояние в миллиарды раз сильнее любого счастья, которое человек может испытать в материальном мире. И когда человек находится в состоянии премы, то он уже вообще никак не отождествляет себя с этим миром и никак не проявляет себя здесь. Просто живет уже сам по себе. Он просто может выглядеть как сумасшедший, допустим, здесь в этом мире. Или просто делать вид, что он нормальный. Но на самом деле он уже не живет этой жизнью. Он испытывает глубочайшие духовные эмоции в отношениях с Богом. И этот человек встречается в этом мире крайне редко. Такие люди. Одна секунда общения с такой Личностью переворачивает настолько всю жизнь, что человек дальше потом никогда не вернется уже к прежней жизни. Описываются летописи, как люди смотрели на Серафима Саровского. Когда он стоял на камне, молился, я не знаю точно, на какой уровень он дошел. То ли у него была Абхава, то ли была према. Но однозначно, что когда люди смотрели ему в глаза, то они забывали про все в своей жизни. Просто один взгляд в глаза этому человеку менял полностью всю судьбу. Одна секунда соприкосновения с такой Личностью разрывала все идеи по поводу неправильных представлений о жизни. И знание озаряло всю судьбу человека. И это уже не оставалось с человеком по жизни, из жизни в жизнь. То есть контакт со святым человеком, даже просто с его останками, просто с остатками пищи, или с пеплом от его тела, или просто с его могилкой, или со святой рекой, где он купался, приносит такое благо неописуемое, что это невозможно описать словами. Что касается начальных ступеней молитвы, то здесь есть определенные правила. Первое правило — молиться нужно рано утром. Это важное правило. Если человек его не соблюдает, он не сможет почувствовать вкус молитвы. Второе правило — когда ты молишься в начальных ступенях, всегда должен звучать голос человека, который облазает духовной силой. И ты должен молиться так же, как он. То есть надо в буквальном смысле слова копировать этот голос, но не механически. Не надо с такой же скоростью повторять молитву. Надо копировать эмоционально. Нет, про себя глупо молиться. Про себя молится ум, слух молится разум. Да, человек в уме молится, так как карма тоже в уме находится. Поэтому эта молитва про себя, она просто пустая. В любой момент ее мысль любая вышибает. Поэтому, когда человек молится вслух, он задействует разум. Голос связан с разумом, мысли связаны с умом. Когда человек вслух молится, то он побеждает ум. Рано или поздно разум приковывает ум к духовному счастью. И ум тогда, чувствуя сладкий вкус духовного счастья, уже не может отковаться или отвязаться от этого. Сейчас у нас будет киртон. То есть это духовное такое мероприятие, во время которого вы почувствуете, как молиться. То есть у нас будет сейчас практика. То есть в чем эта практика заключается? Надо мысленно кланяться человеку, который поет. Можно подпевать. Если вы, допустим, в другой духовной традиции, то повторяйте свою молитву шепотом. И кланяйтесь этому человеку. То есть мы сейчас будем находиться в настроении духовной жизни. И когда вайшнавы будут петь, они будут воспевать святые имена Бога, в это время нужно будет сесть прямо, сосредоточиться и не отвлекаться. Мысленно кланяться человеку и думать, спасибо тебе, возвышенный человек, ты хочешь подарить мне любовь к Богу. Я так тебе благодарен. Я хочу служить Богу. Я хочу служить Богу. Я хочу служить Богу. А внешне можно повторять эту молитву. Вы не бойтесь, что вы поменяете свою веру. Если у вас есть сердце веры, она никогда не поменяется. А если нет веры и появится, то разве это плохо? Вот поэтому ничего бояться не надо. Все нормально. Рано утром у всех по-разному. Но лучше всего до 6 утра. Алик Геннадь, это уже слишком рано, да? Да, шепотом это вслух. Есть три типа молитвы. Смотрите, первый тип молитвы – это молитва шепотом. Она предназначена для того, чтобы наедине с Богом находиться. Второй тип молитвы – это молитва вслух. И она произносится для всех. Это по факту, групповая молитва, она обладает огромной силой, сильнее действует, чем индивидуальная. Идивидуальная молитва нужна для личного прогресса и на более высоких стадиях духовной жизни. Коллективная молитва вслух, она более сильна. Но есть еще громкая молитва. Когда люди громко поют о Боге, это обладает огромнейшей силой духовной. Это пробивает сердце очень сильно. Молитва про себя – это удел очень развитых, духовно развитых людей. В нашей духовной традиции в Вашнавской существует три посвящения духовных. Первое – посвящение в молитву, в духовную жизнь. Это означает, что человек выбрал духовного учителя, и духовный учитель с этим согласен. Второе посвящение дается через много лет, когда человек стал зрелым духовно. И ему дается мантра, которая прочитается уже внутри про себя. Ему дается шнур священника после второй молитвы, и духовный учитель сам выбрал уже этого человека. Он считает его своим учеником. Второе посвящение. Третье посвящение кто-то принимает, кто-то нет, в основном не принимают. Это посвящение в отреченную жизнь. Человек становится отреченной личностью и уже не возвращается к материальной жизни никогда. В основном все остаются семейными. У меня есть два посвящения. Есть шнур священника, и я читаю молитвы про себя также. Про себя читаю. Но я не квалифицирован пока в этом. Это очень сложно. Духовный учитель мне отдал просто авансов, похоже. Итак, смотрите, то есть молитва читается вслух. Для начинающих нужно, чтобы голос возвышенного человека звучал рядом. И надо молиться так же, как он, и по факту молиться его звуком духовным. Лучше, чтобы он читал ту же самую молитву, что и ты. Ну, то есть ты читаешь вместе с ним молитву, кланяешься. Пускай это будет, допустим, не там высочайший святой какой-то, а просто монах вашей духовной традиции. Вы записали, как он молится, и вместе с ним молитесь. Повторяете такую же молитву так же, как он. Мысленно кланяйтесь своему наставнику духовному и просите у него, хочу духовной жизни, хочу духовной жизни, хочу отношений с Богом. И первое, чтобы почувствовать чистоту этого человека, это чистота вызовет у вас вдохновение, и молитва станет вдохновенной. На этом этапе самое главное — не оскорблять духовную жизнь. Потому что всегда, когда человек начинает духовной практикой заниматься, демоны, которые всегда незаметно живут в нашем сердце, они начинают ему сеять сомнения в сердце и говорить, а ты уверен, что это твой путь? А ты уверен, что эти люди такие возвышенные, чтобы им поклоняться? Правильно. А ты уверен вообще, что на эти лекции правильно приехала сюда? И так далее. То есть это демонические силы, они постоянно мучают. Они мучают, но надо не поддаваться. На этом этапе, когда появляется духовный вкус, тут же появляются вот эти демонические силы, которые тебя от этого оттаскивают. Надо сражаться за свою духовную жизнь. Сражение это происходит двумя способами. Первый и главный способ всегда — это взаимоотношения. Запомните, что нужны близкие отношения о духовной жизни, о возвышенных вещах. Смотрите, допустим, для тех, кто не имеет своей веры какой-то и нет, допустим, наставника, мы сделали уникальный проект, который называется «Благость», клуб «Благость». Эти клубы «Благость» предназначены для обсуждения лекций. То есть люди собираются и обсуждают вопросы на духовной теме. В каждом городе мы бы хотели, чтобы такие клубы были. Кто-то берется, человек с меньшими способностями, берется управлять этим клубом, кто-то берется вести беседу. Люди собираются и обсуждают лекции просто за чашечкой чая. Можно это делать в доме, у кого-то дома. Поднимите руку, у кого уже есть такой клуб «Благость». Кто ходит в такой клуб «Благость»? Есть такие люди? Вот есть. Два человек не так много у вас в Европе, я смотрю. Вы, да? Надо создавать такие клубы «Благость». Вот у кого есть способности к менеджменту, вы просто, ну вот допустим, понятно, вы очень разрознены, но понимаете, вы можете свой клуб «Благость» сами сделать. Возьмите, сделайте такую вещь. Размножьте просто диски с лекциями и раздавайте своим знакомым. Просто подарки дарите. Пройдет немного времени, и кто-то откликнется. И вы его одного приглашаете на обсуждение. Потом придет время, и еще кто-то приклеится. Пройдет годик, и у вас будет целая группа. Это обязательно нужно делать, духовное общение, без него жить невозможно. Если у человека нет духовного общения, все рушится, все тает. Потому что в этом общении оживает Господь в отношениях. Когда человек остается одни, один у него падает энтузиазм, он уже не может вставать рано, не может молиться. И причина, почему так он не может, нет, не хватает общения. Поэтому на первых этапах это наушники, общение со старшим, и нужны общения с равными. То есть клуб «Благость» там, или просто вы уже выбрали, если традицию, входите в храм на службы. Нужно общение. Без него невозможно развиваться духовно. Так, смотрите, что нужно для молитвы. Первое. Голос возвышенного человека. Второе. Повторяем шепотом или вслух. Третье. Надо сидеть прямо и неподвижно. Это очень эффективно. Есть несколько положений, которые побеждают судьбу. Подмасана, поза лотоса. Ей надо учиться. Надо йогой немножко позаниматься, чтобы вот так уметь сидеть. Дальше второе положение. Это просто на коленях. Потом, когда садишься на ягодицы с колена, это третье положение. Четвертое положение – это стоя неподвижно. И пятое положение – это когда нога за ногу вот так вот делается. Ну вот так, как руки, так и ноги. Нога за ногу. Понятно, да? Просто вот с крещенными ногами сидеть не надо. Это расслабленная поза. И в ней часто, ну, как бы повторение имен Бога, молитвы, оно неэффективно. Человек засыпает. Спина должна быть прямой, ровной. Сначала будет крайне непривычно так сидеть. Но, знаете, такое положение само по себе лечит. Я с помощью таких асан, вот я сижу неподвижно молитве в одном положении. Уже могу до получаса сидеть иногда. Сначала тело затекает, потом деревенеет, потом раз, пробиваются каналы, лёгкость во всём теле становится, молитва тоже течь легче становится. И ты начинаешь чувствовать победу над судьбой. В это время, когда пробиваются каналы, человек избавляется от хронических заболеваний. Начинает вылечивать параллельно хронические заболевания. Поэтому, когда человек неподвижно в молитве сидит, это помогает так же и здоровью очень сильно. В том числе стоя? В том числе стоя, да. Этому службу православную, вот такие стоячие, прямые, они очень сильно лечат здоровье человека. Когда человек сидит в позе лотоса, в подмассане, то у него развивается очень сильно концентрация внимания. Он может концентрироваться на духовном звуке. Когда человек стоит в молитве, у него развивается способность принимать судьбу. Он реально способен принять судьбу. Когда человек на коленях стоит в молитве, у него развивается способность подчинить себя старшим. Когда человек на ягодицах сидит в молитве, то у него развивается способность идти вперёд, устойчивость в жизни. Когда человек вот так ноги делает, сидит, у него появляется способность отстраняться от ситуации. Ну то есть разные положения тела, они привязывают человека к разным способностям. И всё это нужно для развития. В одной рукой, где молитва, человек должен соприкасаться с большим пальцем и средним. Читать надо с большим и средним. Большой палец — это я, средний — это мои усилия. Средний палец связан с Сатурном, с усилиями. Таким образом, на среднем пальце, большим пальцем надо перебирать чётки. Вот так вот. Вторая рука должна быть вот так. Палец большой замкнут с указательным. Потому что указательный палец означает моя воля, а большой палец означает я. Моя воля и концентрация направлены на меня. Я сейчас внутренней жизнью занимаюсь. Три остальных пальца прямые. Вот так не надо. Вот так просто вот так. Вот так означает насилие над собой уже, над своей волей. Не надо, надо просто сконцентрироваться. Правой молимся, левой вот так вот. Вот так не надо. Нет, так не надо. Вот это просто мы так читаем молитву, вот, перебираем чётки. На среднем пальце, большим. А молимся, а левая рука вот так вот. Вот так. Да. Вот теперь дальше. Должна быть гореть свеча. Электрический свет раздражает. Свеча даёт концентрацию, лучше спокойствие. Изображение, на которое вы молитесь, не должно быть слишком ярким и слишком тусклым. Это должно быть такой мягкий свет, чтобы глаза не уставали. Место, в котором, где вы молитесь, должно быть чистым. Надо протирать его перед молитвой всегда. И там, в этом месте, не должны животные ходить. Там не надо кушать, в этом месте. Лучше всего закрывать его от глаз. Алтарик. Закрыли, помолились, открыли, закрыли потом. Во время молитвы открываем, потом закрываем. Понятно, да, системы? Постепенно у вас установятся глубокие отношения с наставником. Самое главное, надо понять, в чём отношения заключаются. Когда мы кланимся наставнику, можно настраиваться. Я хочу тебе помогать в твоей духовной жизни, в твоей духовной практике. Хочу быть помощником для тебя. Хочу тебе служить, хочу тебе помогать. Хочу заботиться о тебе. Мысленно можно омывать стопы этому человеку. Можно мысленно желать ему здоровья. Можно желать ему, ну как бы, чтобы его миссия была успешной, там, если он на этой земле. Или просто хотеть быть таким же, как он. Чтобы он использовал меня как инструмент в своей духовной жизни. В помощи людям. И постепенно вы почувствуете отношения, почувствуете, что он использует вас как инструмент. Что вы уже начали ему служить. Придёт время, и он вас примет. На тонком плане. Но этим мне надо спекулировать и всем говорить, о, меня принял он, он мне говорит то, мне говорит сё. То есть, это всё просто работа ваша внутренняя. Но если вы хотите, чтобы кто-то вам что-то говорил, для этого нужно всегда принимать живого наставника. Никогда не нужно пользоваться словами из сердца наставника, который на расстоянии находится. надо всегда иметь настоящего наставника и советоваться с ним во всём. Потому что эгоизм человека имеет особенность придумывать. Человек начинает считать себя очень возвышенным. Он уже с Богом общается. Он уже там непонятно, что делает, уже всё. На первых эстапах духовной жизни человек очень много значения себе придаёт. И поэтому ему кажется, что к нему Кришна приходил, общался с Матерью Дхарани. Всё. Ну, то есть, это означает, что он просто глупостями занимается, фантазиями. Вы можете рассказать о Харе Кришне, когда мы читаем Махамантуру? Махамантуру, когда читаем. Какие отношения между Господом, Харея, Кришна? Харея означает Шиматерь Дхарани. И Кришна означает Кришна. Харея Кришна означает любовь между Кришной и Радхой. Харея Кришна, Харея Кришна, 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 Харея Харея. Ну, то есть, есть разные акценты. То есть, я сначала говорю об их отношениях, потом я привлекаюсь одним, привлекаюсь другим и так далее. То есть, понимаете, когда мы медитируем на имя Бога, то постепенно раскрывается духовный мир, отношения между Богом и спутниками Его. Потому что Бог никогда не живет один. Личность означает отношения. Поэтому Махамантра соткана из имен Бога, между которыми существуют отношения. Понятно, да? Какие еще вопросы? Когда демоверсия заканчивается, то потом надо очень глубокие отношения строить, надо образование получать духовное, глубокие отношения с верующими людьми строятся. И этот тяжелый период оскорбительного отношения к духовной жизни, он все равно заканчивается. Потому что этот тяжелый период означает, что грехи у нас бунтуют. Они хотят своего, они хотят материального существования. И они ищут оправданий, ищут в святых людях пятна. И в духовной жизни пятна. Хочется полазить по интернету, узнать что-то плохое о старших. Просто продолжать, не просто продолжать, а строить глубокие отношения с теми, кто искренне занимается духовной практикой. По факту в это время не надо строить духовные, глубокие отношения с теми, кто тоже оскорбительно настроен. Надо искать или тех, кто уже прошел этот период, или тех, у кого еще не начался. Еще какой вопрос? Как я нашел свой наставник? У меня такая судьба очень тяжелая с детства. Родители постоянно жили в ссорах. Отец пил мать. Он пил, ругался матом. Вел себя безобразно. Мать терпела. Жила с ним. Я все это видел и просто пришел в безумие в какой-то момент. Я уже не мог так жить. Я в состоянии глубокого отчаяния. Один раз помню, мне было, наверное, 9 лет, что ли, или 8. В состоянии глубокого отчаяния. Я вышел зимой в поле. Я жил в Тольятти. Город застраивался. И мы жали на окраине города. Там дальше было огромное поле, километра на 3. И потом лес. Я зашел на это поле. Шел, шел, шел. И потом я упал, начал плакать в снегу. Потом я встал, поднял руки к небу и закричал. До 28 лет я буду страдать. Но в 28 лет я буду счастлив. То есть я так вот крикнул в небо такой клич. И сдал в судьбе. Вызов бросил. И в 28 лет я встретил ведическое знание. Ну то есть Бог выполнил мой клич. Это было в 93 году. И я начал изучать. Я начал молиться. Успевать имена Бога. И просить духовного наставника. И потом, когда я уже был готов, через 2 года. Так как я серьезно занимался духовной практикой. Уже с детства как бы искал Бога. Искал истину. Я увидел в Самару, приехал мой духовный учитель. Проводил духовную программу. Я почувствовал его глубокую силу духовную. У меня мурашки начали бегать по телу. Волосы встали дыбом. Я испытал огромное счастье от отношений с ним. Я выбрал его. Через 2 года он дал мне духовное посвящение. А еще через 6 лет дал еще одно. Я выбрал просто так вот. Не авторитетно, не правильно. То есть правильно выбирать через лекции. Нужно слушать лекции разных духовных наставников. И тот духовный наставник, который тебя вдохновляет на духовную жизнь. Его и надо выбирать. Но я не слушал лекции своего духовного учителя. Я услышал его голос, просто его пение, его вид вдохновил меня немедленно выбрать его своим духовным учителем. Сказал, да, я хочу, чтобы вы были моим духовным учителем. Он просто улыбнулся и ничего мне не ответил. Потом, со временем, так как у него есть статус духовного учителя, в нашем движении не каждый может быть духовным учителем. К примеру, у меня нет статуса духовного учителя. Я не могу быть духовным учителем. Я могу читать лекции, что-то рассказывать. Да, всегда бывает просвещенных, просветленных людей мало, а непросветленных много. Найти? Это же очень просто. Надо понять, что когда вы искренне начинаете просить у Бога защиты, Он тут же находит, дает вам сначала общение духовное. Видите, опять люди страсти хотят сразу результата. Олег Геннадьевич, святого человека, самого святого. Мы к вам издалека приехали, где святой человек? Понимаете, то есть идея в чем заключается? Что люди страсти, они хотят результата, а все не так происходит. Вы сначала прилагаете духовные усилия, свои силы. Первое, что вы встречаете просто тех, кто с вами общается на духовной теме. Потом вы выбираете веру свою. Потом в этой вере выбираете просто людей, которые вам дают наставление. Потом постепенно узнаете, кто им дает наставление. Приезжают какие-то духовные люди развитые, вы их с ними смотрите на них. Или сами ездите куда-то ищите. И приходит время, вы находите себе наставник духовного. Когда вы будете к этому готовы. Потому что наставник это кто? На санскрит называется гуру. Кто такой гуру? Этот человек, слово гуру переводится тяжелый. Есть два слова. Есть ладу, лакху. Лакху слово означает легкий. Есть гуру, означает тяжелый. Тяжелый, это значит, что он говорит тебе, и ты должен делать. Это не... Нет, тяжелый означает, что у него качества такие. Гуру это качество личности. То есть он не то, что он такой тяжелый человек. Он очень сильный человек. Сильный человек всегда тяжелый. Духовно сильный. Он говорит, тебе так надо жить. Брось мясо. И ты говоришь, Я все смогу, я клятвы не нарушу. Своим дыханием землю обогрею. Ты только прикажи, и я не струшу. Товарищ гуру. Нет, нет. Карма меняется только с помощью отношений с Богом. Работа сама по себе привязывает к себе, и еще тяжелее работа становится. Для того, что он тяжелый трудится, он не становится более благочестивым человеком. Как же не работать? Работать надо обязательно. Работа это очищает человека, это благородная вещь. Но работа не является целью жизни. Это просто то, что поддержит наше существование. Вот для чего вы работаете? Чтобы не умереть с голоду. Чтобы у вас был кровь. Чтобы было жилье. Так? Но это же не является самоцелью. Это все нужно для чего-то. Вы работаете для чего-то. Кушаете для чего-то. Имеете жилье для чего-то. Имеете жену, детей для чего-то. Для чего? Для того, чтобы было свободное время, и чтобы вы занимались духовной практикой. Вот это и есть цель человеческой жизни. То есть, все остальное, деятельность, она является предварительной. Если человек не занимается всем остальным, то он похож на животное. Веды говорят, рафинированное животное. Что это значит? Это значит, что человек точно так же, как животное живет. Он работает, животное тоже ищет на пропитании себе. Он роет норки, животное роет норки, мы строим себе квартиру. Животное занимается сексом, мы занимаемся сексом. Животное заботится о детях, мы заботимся о детях. В чем разница? Разница только в квалификации. Человек это делает более профессионально. Вот и все. Но он делает то же самое по факту. Ключевой разницы нет. Но что такое разумное существование? Кто такой разумный человек? Разумный — это тот, кто стоит выше материальных потребностей своего существования. Он уже начинает о духовном думать, духовной практикой заниматься. Вот это и есть разумное существование. Ради чего человек рожден? Многие люди в холостую рождаются людьми, потому что они так за свою жизнь не доходят до разумного существования. В следующей жизни они опять рождают сначала в животном теле, потом опять в человеческом, и опять вторая попытка пошла. А? Другая вера. Вот смотрите, вопрос задан был. Вот была православная вера, теперь другая вера. Как быть с этим совсем? Пытайтесь понять одну вещь. Что если у вас есть действительно какая-то вера в сердце, она никогда не меняется. Человек может получать где-то духовное знание, да? Но вера не меняется. Почему? Потому что вера, вот ты не представляешь, что это такое. Это такое глубокое чувство в сердце, понимаете? Это чувство, которое приносит глубочайшие части. Как можно от него отказаться? Вот допустим, я приехал на какой-то семинар, пообщался с людьми духовными, какой-то традицией. Что это значит, что у меня поменялась вера? Нет. У меня осталась вера прежней. Потому что у меня она очень глубоко в сердце сидит. Но если человек говорит, у меня была такая-то вера, я позанимался, съездил на какое-то занятие, послушал, и у меня поменялась вера, так значит, ее и не было. Понимаете, не путайте культуру религиозную с верой. Человек может вырасти в какой-то религиозной культуре. У него есть традиции какие-то, правила религиозные. Но вера, что это означает? Это означает, что в сердце появилась очень глубокая привязанность к Богу в этой традиции духовной. А культура может оставаться прежней. Но вера — это другое, понимаете? Это вера, это когда человек не просто там соблюдает правила, а он реально с Богом начинает чувствовать связь, отношения. Вера — это глубокая штука. Можно туда-сюда ездить, искать, но когда появится вера, вы остановитесь. Вам не надо будет больше бегать, прыгать. Но вы будете повышать свое образование. А мясо вопрос? А мясо вопрос? Есть. Ну, значит, не хватает ей духовного общения. Все. Пусть есть, не трогайте ее. А вот как? Надо вырабатывать смирение, учиться. Когда вы, допустим, не кушаете мясо, все остальные кушают, это значит, что Бог вас учит смирению. Вы должны молиться за близких людей, желать им счастья и прощать. А вы готовите? Готовите. Можете им готовить мясо, значит. Можете отдельную кастрюлю для себя, без мяса кастрюлю. Для них с мясом. Можете мыть с навозом, с корольми или с молоком. Кастрюлю, если помыть с корольми молоком, она очищается от духов после мяса. Для молока. Молоком можно, да. Свежим молоком помыла, все, чистая посуда. Просто берете молоко, наливаете, обмазываете кастрюлю, потом моете водой, и все, она чистая уже. Она, скирнение с нее снято. И вы живете в постоянной молитве. Ваши родственники, это та часть тела, которая болотит. А вы, голова вылезла. Я вам говорил, отрежете или вообще останетесь без всего. То есть надо вылазить дальше. Вылезти дальше, родственники начнут очищаться от мяса. И вы даже сами не заметите, как это произойдет. Это закономерность стопроцентная. У вас увеличивается духовная сила, увеличивается духовная сила у ваших близких. Хотите, я вам это докажу? Вот до этого вы сомневались в этом. Но когда я на вас смотрел, я начал медитировать на как они освобождаются от мяса. В результате вашей духовной жизни. И я почувствовал, что это так, это работает. В вашем конкретном случае. И у вас тоже вера появилась в вашем сердце, что они очистятся со временем. И вам стало спокойнее. Так? Вот это называется духовная жизнь. А? Ничего страшного. Они не знают, что я не ем мясо. Не надо беспокоиться. Привед время, узнают. Это все постепенно происходит. Как, допустим, человек... Вы же изменяете им сейчас? Вы полюбили Бога и изменяете родственникам сейчас. И первая стадия измены какая? Он изменяет тайком человек. Вы сходите к Богу тайком. Изменяете родственникам. И эта измена дает вам возможность с ними вести себя лучше. Вы с ними всю пустю, как бы, не дай Бог, догадаются. Изменяете им как бы с Богом. Но веды говорят, изменять с Богом — это очень хорошо. Потому что, когда человек изменяет родственникам с Богом, он очищает из себя и родственников. По факту, Бог должен быть главным родственником. Вы изменяете с Богом сейчас, с близким людям. Это не страшно, это полный нектар. И вы изменяете, продолжайте им изменять. Тайком встречайтесь с Богом, молитесь Ему. Придет время, они вас разоблачат. Они скажут, ты изменила нам. Ты встречаешься с Богом. Вы скажете, да. Я люблю Бога. Но так же и вас люблю. И это не противоречит друг другу. Потому что любить Бога — это не грешно. Это праведно. Не сказала, что поехала на семинар. К Тарсунову. К Тарсунову, тем более. Если бы вы сказали, поехала на семинар, это еще бол беды. А если бы вы сказали, поехала к Тарсунову, это вообще страшно. Сразу же фамилию Тарсунов бы набрали в интернет. А еще набрать Тарсунов — секта. Тарсунов — секта. И там сразу всякий мракобес, Кришнаид Тарсунов там сворачивает сознание. У него особая манера говорить. Он привлекает свои манеры говорить. Потом отравляет сознание людей. Они становятся несчастными, продают свою собственность, убегают из дома. Так про меня говорят. Они не будут набирать меня. Я бы сказал, что я поехала в такой фестиваль. Такой фестиваль, вы сказали. В Аббис, да? Поехали. Классно? Надо было что-то сказать. Я бы сказал, что я поехала в такой фестиваль. Я так счастлив. Это вот такое сладкое время, когда ты ради Бога обманываешь родственников. Такое сладкое время. Необыкновенно. Я был глупее вас. Я никого не обманывал. Я был искренним очень. И когда я стремился к Богу, я как бы не знал даже, куда идти. По факту я просто купался в проруби, бегал по снегу, совершал аскезы, голодал, не ел мясо. Пытался я, искал Бога, но я не знал, куда дернуться. И я совершал эти все поступки. И так как мама почувствовала, что у меня меняется сердце постепенно, меняется моя жизнь, она испугалась очень сильно за меня. И она привела меня к одной женщине, к психиатру. Она послушала, что я говорю, спрашивала, мне задавала разные вопросы. И потом она сделала вывод, говорит, мама, когда моя зашла, она говорит, вот закон парных случаев, до этого у меня такой же был. Это жизофрения. Надо потихонечку исследовать, обследоваться, ложиться в психиатрическую больницу и лечиться. А мне надо было поступать в медицинский институт. А в то время, если ты даже у тебя просто есть направление, психушку, то уже в медицинский институт не возьмут. Ты уже как бы все, парень уже веселый. Поэтому там-то не нужен. Вот. И, короче говоря, там дела пошли серьезные. То есть, и в результате я попал к главному психиатру города по знакомству. И он начал со мной беседовать. Он говорит, ну ты никому не говори, чем ты занимаешься, чем тебе это надо. Просто говори, я обычный человек, нормальный. Вот. Ну и меня научил, как бы. И он к своему другу в психушку меня направил. Я приехал туда, с ним поговорил, он мне снял диагноз просто и все. Я поступил в институт. А потом мама встретила эту женщину через много лет, когда я уже как бы начал заниматься серьезно духовной практикой. Она приняла это все у меня в жизни. То мама встретила ее таким интересным образом. Они стали в очереди вместе, друг за другом. И эта женщина узнала маму и говорит, ну как ваш дурачок поживает? Она говорит, так мой дурачок-то уже стал известным человеком и дает людям знания. Вот. И я, говорит, в какой-то момент в своей жизни поняла, что из них еще неизвестно, кто дурачок. Ну так хедрить. А до этого была такая ситуация, что мама ей поверила. Она подумала, что я психически больной человек. Реально поверила в это. Понимаете? Это всегда Бог проверяет всегда вот этим. Когда мы начинаем к Богу идти, всегда создается такая ситуация, что нас туда не пускают какие-то силы. Все начинают говорить, ты что дура, зачем это все нам, это все ерунда. Вот. Ну то есть испытывает нас судьба навшивость. Господь испытывает через людей и близких, через отношения. Нам приходится все скрывать. Тайком все делать. Это нормально, это хорошо. Что такое шизофрения с точки зрения закона карты? В шизофрении, смотрите, у нас есть каналы психические, которые поддерживают здоровье. Эти каналы называются тхату. То есть эти каналы, это как шоссейные дороги у нас в психическом теле. По этим шоссейным дорогам движется энергия, обеспечивает разные органы, системы в организме. И грубое, и тонкое тело. То есть есть тхату каналы, которые поддерживают тонкое тело, есть тхату каналы, которые поддерживают грубое тело. Шизофрения — это когда один из каналов забивается на уровне головного мозга, и в тонком теле наступают расстройства. В результате этих расстройств человек не может контролировать свое поведение, и дух входит в его сознание, и он начинает им контролировать. С помощью коры можно пробить каналы, и у многих людей восстанавливается психика, а у некоторых не восстанавливается сразу, нужно время. Также это можно с помощью молитвы сделать. То есть с помощью святого человека молитвы. Или с помощью механического воздействия коры можно пробить тонкие каналы. Потому что кора действует на тонкие каналы, очищает их. Пора? Давайте, да, все, начнем. Сколько по времени? Ну, я думаю, что мы будем делать киртан, чтобы люди углубились. Минут на 40, да? На 40, на час, может быть. А кто устанет, можно уходить. Это уже не обязательно мероприятие. То есть послушали, пошли. А кто захочет, останется, попадет. Но это для вас будет специальностью. Сейчас прямо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok